Вокруг установки новых дорожных ограждений в центре Ярославля в социальных сетях разгорелись споры среди общественников и градозащитников. Люди решили, контракт в 23 миллиона рублей разыгран не только на установку дорожных ограждений, но и в том числе на замену чугунных заборов на Первомайском бульваре. Бросили неизвестно что. И спасибо, что сегодня я иду сюда, думаю, какие решетки и чего там будут ломать. Мэрии надо двигаться и украшать наш город. Маленький пример. Помните, мы тоже такую дискуссию развеяли изображение на люк? Кому-то нравится изображение Волковского театра, кому-то нет. Узнаваемость облика. Здесь, я думаю, всем все понятно. То есть мы все прекрасно знаем Первомайский бульвар по тем чугунным ограждениям, которые там стоят. Мы даже знаем, какой кусочек этого Первомайского бульвара мы видим на данный момент. То есть все так называемые в градостроительстве аборигены прекрасно узнают это по фрагменту ограждения, то место, где они находятся. И второе, это сохранение исторических элементов городской среды. В ходе общественных слушаний представители мэрии пояснили, какие именно изменения коснутся ограждений. Замене должны подвергнуться только красные заборы, которые привычны уже глазу ярославских водителей. Эти невзрачные заборы должны заменить ограждения черного цвета гербом Ярославля, уже привычным нам всем медведям. Что же касается забора на Первомайском бульваре, Владимир Слепцов уверяет, его менять никто не будет. Коллеги, еще раз, на заборе пока принимается, который слева, да? Единый, правильно, да? То есть мы отставляем левую сторону. Что касаемо мишки, давайте мы сделаем следующим образом. Мы пока его ничего не делаем, то есть ставим обычно, вот как договорились, с левой стороны, мы сделаем несколько экземпляров самого мишки, ну металлического, черного мишки, да? Как вот у нас на значке он есть. И мы с каждой стороны там повесим по, допустим, три или по четыре штучки, вы нам скажете, потому что мишка он так же снимает. Разбитые чугунные секции обещают заменить и сделать десяток запасных. К вопросу установки на чугунном заборе декоративных медведей привлекут общественность и СМИ. Вопрос резонности нового декора обещают решать сообща. Юрий Кораблев, Денис Ромашов. День в событиях.